О, Боже! Я как первый раз, честно, выжил на сцену. Правда, спасибо вам огромное, это очень круто. Спасибо за полный зал, спасибо, мы тоже очень соскучились. Спасибо, мы очень рады вас видеть, но у нас, как всегда, не без приключений. У нас, значит, Ленка год назад подцепила ковид перед концертом, слегла. Пять лет назад сдвойней слегла. В этот раз она поломала ногу. Лен, давай так, чтобы я не был голословным, чтобы люди действительно поверили в это. Давай, иди сюда, пожалуйста. Давай, скачи. Беги, ну ладно. О, Лань, Лань. Быстроногая Лань. Смотри, как я. Вот спасибо за ступенечку и за вторую спасибо. Это новые декорации, Лен. Добрый вечер, друзья. Елена Кровец. Это не реквизит. Это не подставная история с этой стороны. К сожалению, да. Это не реквизит. На самом деле хочется сказать, что ты не в образе. Не полностью в образе, повязка на глаз, попугаю тут. Мои добрые друзья, друзья. Ну чего ты? Жень, тебе смешно, да? Мне смешно, да. Хорошо, ладно, рассказывай. Что случилось? Давай. Авакова увольнение. Твоих ног дело. Жень, я понимаю, что сегодня у нас будет много юмора. Но на самом деле, даже если я сейчас скажу правду, друзья, но вы подумаете, что я шучу, то есть как это получилось. В общем, я запуталась в штанах. Серьезно. Ты просто... Дома, на ровном месте, я просто запуталась в штанах. Нет, я просто хочу, чтобы ты просто правду сейчас сказала, реально. Женька, это правда. Естественно, что Ленкины роли мы разделили не между собой. Ну понятно. Да, актрисы женского квартала будут заменять тебя сегодня. Да, сегодня будет Ира Сафанаро. Будет Таня Песек. Но ты хотя бы раз один, хотя бы раз выйди, пожалуйста. Хорошо. Я выйду и объявлю и приму участие в номере с одной из своих любимых певиц. Отлично. Это будет переломный момент в концерте. Ты посмотри, ну просто не отпускай тебя. Аплодисменты. Давай я пойду, я как раз вот пока она выйдет, я туда-сюда мотнусь с кабанчиком. Одна нагоднись, другая там. Давай. Спасибо, ребята. Вам хорошего концерта. Скучи! Скучи быстро, ну айлайн. Давай! Дамы и господа, еще раз спасибо вам большое. Мы начинаем. Поехали. Добрый вечер! Не секрет, что Печерский суд посадил Виктора Медведчука за гос и смену под домашний арест. Для Медведчука это самое жесткое наказание, ведь теперь он вынужден круглосуточно находиться в Украине. Итак, усадьба Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Ах! Ах! Блин! Как же оно чешется, ах! Ах! Витя, привет! Я дома. Прикинь, я тоже. Какие новости на воле? Представляешь, Аваков больше не министр. А ты шо? Когда? Да жив он ты что? Жив и не министр. Ну да, уволили его. Ах! Наконец-то. Наконец-то Арсен Борисович сможет заниматься своим бизнесом не на работе, а в спокойной домашней обстановке. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. Хотя мне лично вот эта обстановка уже вот тут, Оксаночка. Ну скучно. Скучно дома сидеть, понимаешь? Ну Вить, ну давай куда-то сходим. В кино, музей, аквапарк. Что там у нас еще на первом этаже есть? Ах! Слушай, Оксана. Вить. Может давай, а? Вить, ну нет. Ну давай. Ну че ты ломаешься, а? Вить, ну нет, Витя. Ну давай, давай, давай. Вить, я же сказала, я браслет вместо тебя носить не буду. Блин. Ну Вить, ну чтоб тебе не было скучно, я пригласила твоих друзей. Нет у меня друзей. Есть у тебя друзья. Нет у меня друзей. Витя, есть у тебя друзья. Войдите. Войдите, говорю. Здравствуйте, Виктор Владимирович. Рабинович. Че ты два раза стучишь? Я же сказал, войдите. Я переспросил. Понятно. Ладно, че там в Раде творится, а? Кива с Тищенко подрались. Да ладно. Ну да. И кто кого? Тупой победил. Да это я понял, наш или их? Я не досмотрел. Понятно. Я прошу прощения, народный депутат Илья Кива, вечер в хату. Это не тюрьма, это домашний арест. А, тогда вечер в ногу, я прошу прощения. Кошмар. Все равно не пойму, Виктор Владимирович. Ну за что они так? Они у нас попляшут. Ермак, Зеленский, все попляшут. Как бы тебе объяснить, Вадим Зинович, вот ты когда-нибудь Родину предавал? Я? Да. Ну так, по маленькому. Во. А я по большому. И как оно, я прошу прощения. Но, знаете, друзья, при этом одновременно испытываешь и страх, и восторг. А, страх и восторг, это как секс с путаной без резинки? Я прошу прощения. Илья, откуда у тебя такие сравнения, а? Я ж ученый, ну. А что вы говорите? Ива, иди сюда. Я прошу прощения. Нужно нашему шефу придумать план побега. Ну ты побег из Шаушенко смотрел? Ну или хотя бы книгу про это читал? Скажем так, и не то, и не другое. Я нечто что-то между среднее. Я на книгу смотрел. Идиот. Интересное, кстати, что. Витя? Ну как тебе? Браво. Очень хорошо. Здравствуйте. Ну как бы тебе сказать, это же... Это же ужас. Ужас, ты что, Кличко пригласила? Извините. Эх... Можно я у вас передохну, а? Я тут... Самокат в аренду взял, чтоб домой доехать. Не думал, что это так сложно. Виталий, ну вы даёте. Надо же сначала благород блокировать. Есть в телефоне специальная программа. А, программа, я понял, сейчас. Так, если... Ага. Эээ... А так. И вот... Не подходит. И если вот так, и... И вот... Так тоже нет, что... А, во! Всё, телефон разблокировал. Так, что дальше делать? Виталя, приложение. А, приложение. Так, ищем. Приложение. Так. Во! О! Фонарик. Ничего себе. Ладно, потом порадуюсь. Хорошо. Я занят. Я потом перезвоню. Господи! Что за человек каждое утро звонит в одно и то же время. Слышишь? Это будильник, Виталий. Не, ну тут приложения нет. Да вы не поняли. У вас нет приложения. Надо скачать приложение. Понял. Не скачай приложение. Хорошо, я услышал. Сейчас. Скачать приложение. Так. Пишет недостаточно памяти. Ну так освободите память. Понял. Сейчас. Выводи память просто и всё. Диджитализация. Забыл. Экскаватор тоже забыл. Смотрим. Всё равно пишет не хватает памяти. Виталий. Вы, наверное, неправильно опять поняли. Вам надо удалить из телефона что-нибудь ненужное. Удалить уже что-то ненужное. Всё. Я понял. Смотрим, что есть. Так. Анекдоты. Мемы. Весёлые коты. Не, ну мне это всё нужно. Я ж мэр всё-таки. Ну и все, с вами. Конечно. Что ещё? О! План строительства метро на Троещино. ДЛТ. Удалить. Всё. Говорит, что перешёт? Алло. Да. Алло. Да, да. Добрый день. Добрый. Это техподдержка Приватбанка. Да, здрасте. У вас был взлом карты? Не знаю, вам виднее. Давайте уточним ваши данные. Как вас зовут? Виталий Кличко. Серьёзно? Да тут вообще всё велика дня будет. Виталий, привет. Это мошенники, короче. Скинь нам все деньги с твоей карты. Здрасте, мошенники. Секунду, сейчас. Всё, ушло. Спасибо огромное. С вами приятно иметь дело. С вами тоже приятно иметь дело, мошенники. До свидания. Виталий. Да. Раз уж вы к нам пришли, так давайте помогайте, развлекайте Виктора Владимировича. А почему бы и нет? Давайте. Да. Ну что, давайте поиграем во что-то. Да? Давай. Дартс. Нет. Давайте в приставку поиграем. Медведчук, есть приставка у тебя? Нет. А у меня есть. 1-0. Слабый соперник, Виктор Владимирович. Не знаю, не хотите в приставку. Давайте в крокодила поиграем. Давайте. Значит, крокодил, это когда, этот, жестами, понимал, эти слова, слова одни в этот, а другие в этот. Слушайте, давайте не будем играть в крокодила. Если Виталия словами не может объяснить, то жестами будет вообще тухис. Я согласен. Не знаю, тогда давайте во что еще поиграем. Давайте в съедобное несъедобное. Давайте в съедобное несъедобное. Давайте в съедобное. Давайте в съедобное. Виталий, яблоко. Яблоко. Съедобное. Тетрадь. Съедобное. Виталий. Те-тра-а-ать. Съедобное. Виталий, тетрадь несъедобное. Давайте в тетрадь. После меня можно играть. Слушайте, я никогда не думал, что это скажу. Может в мафию, а? Это интересная мысль. Почему вы и нет? Мафию, конечно. Как играть в нее? Ну, значит, Киев, смотри, там есть три мафии. Проститутка, маньяк, прокурор и мирные жители. То есть просто съезд нашей партии соберем или что это? Что это за игра такая? Давайте тогда, Веля, да, Веля. Пожалуйста, давай. Давайте я буду ведущую, адже это все-таки моя профессия. Что такое, Веля, что там? Правила просты. Потребно пояснити слово другими словами. Давайте, конечно. Да я с ним сыграю. Так, ну что тут? Ага, значит, смотри, Веля, очень простое слово. Давай. Она лучший друг человека. Бутана. Нет. На нее можно одеть на ошейник. Ну, путана. Да нет же. Она преданно смотрит тебе в глаза. Ну, я же говорю, путана. Это собака, Илья. Какая путана? У тебя все мысли только об одном. Ну, что вы обижаете Илюшу? Нет у него никаких мыслей. Да, ебать, я же ученый. Понимаете, просто Киве нужен особый подход. Нужно правильно задавать вопросы. Можно я попробую? Конечно. Так, Илюша, соберись. Давайте. Давай, надевай свою военную шапку со звездой. Хорошо, поехали. Готов? Да. Ну, давай попробуем. Так, ну, поехали. Он для того, чтобы плевать в людей. Балкон? Молодец. Пошли дальше. Ты носил его в школу вместо портфеля. Топор. Красавец. Поехали дальше. Из-за него у тебя нет барабанной перепонки. Карандаш. Молодец. Молодец. Продолжим. Он приютил тебя на неделю. Открытый. Люк. Супер. Продолжаем в том же духе. Так. Мужчины обычно носят на левой руке. Пальцы. Красавец. Усложняю. Она била тебя два раза. Мамка. Всего два раза. Молния. Правильно. Красавец. Теперь внимание. Что ты любишь делать? Чесать. Правильно. В единственном числе? Часы. Молодец. Супер игра. Туалет. Море. Нет. Дерево. Нет. Лифт. Лифт. Нет. Все. Время вышло. Блин. Все. Последний вопрос не взял. Сыздинович, так а туалет это что было? Книга. Но ты сам мне говорил, что видел книгу только в туалет. Блин, точно. Елки пау. Все. Мальчики. Оу. Оу. Наряд за нарядом. Конечно, срубись его. Виталий. А? Ну что, может сыграем с вами? Давайте. Давайте. Интересно. Итак. Его кормят ноги. Ногоед. Дальше. Нет. Они охотятся в стае. Цыгане. При чем тут цыгане? Вы хотя бы раз по одному видели? Я подъехал. Виталий, соберитесь. Да. Он воет на Луну. Космонавт, которого по состоянию здоровья уволили с работы. Красиво. Но нет. Это как дикая собака, Виталий. А, дикая собака – это лисица. Да. А рядом с лисой кто? Лисята. Да не по расстоянию рядом, а по смыслу, Виталий. Да, Виталий, ну ты сказочный. Волк. Правильно, Виталий. Если… Дверь. Правильно. Если этот, короче… Пароварка. Молодец. Вот такая эта, она еще… Шарманка. Да, правильно. Есть этот самый… Вентилятор. Молодец. Правильно. Этот. Хорошо идем. На работу. Работа. Да. Ты смотришь на него такое, а потом такой… Э, слышь, что вообще происходит? Локнот. Да, правильно. Этот, значит, что… А потом… Опа! Пакет. Молодец. Виталий. Да не мешайте нам, мы нормально играем. Что такое? Загадывайте слова, которые в карточке. Да так неинтересно. Ну я же угадал или нет? Ну конечно, ты же сам слышал. Так, ну что-то этот Элиас уже надоел. Может, я подумал, в казино поиграем, а? Я прошу прощения. Так вам же никуда нельзя из дома выходить. А кто сказал, что надо куда-то выходить? У меня все с собой. Ничего себе. Я прошу прощения. Уважаемые господа, делайте ставки. Воу! Казино открыто, съехалась элита. Игроки в законе всех политмостей. Обменены на фишки, заводы, нефтевышки. Ведь игроки из Форбса ходят с козырей. Игра, что надо. Все игроки прямиком из Рады. Костюмы Прада. Ставки слаще шоколада. И вот так уже метрится. Рулетка крутится. Со столом все те же лица. Флиппуют без конца. Сразу правила меняют. Если карта не идет. Раз в пять лет в шек-мот срывают. Только даме не везет. Каждый сам за себя. Пошла игра другая. Чтобы банк сохранить. Свои, свои сливают. В зале яркий свет. Говорит на брифинге крупье. Вскрываемся. Все из рукавов. Достаем тузов. И смысл игры теряется. Игра, что надо. Все игроки прямиком из Зада. Несите ладан. Освятить то место надо. Ваши карты не играют. Освободите зал. Вместе с Кешем в банк уходит. Сто двенадцатый канал. Вечер, пятницы и снова заседает казино. Кто-то снова проиграет. За столом РНБО. Вечерний квантал. О, не может быть, честное слово. Добрый вечер. Полный зал. Обалдеть можно. Наконец-то. Дай бог, так будет и дальше. Добро пожаловать. Мы продолжаем. Мы продолжаем. Да, и на самом деле, что раньше, что со временной этой начала пандемии, ничего в нашей стране не меняется. Ну, в плане политики. Все по-прежнему политизировано. Поэтому не случайно о политике говорят везде. На всех телеканалах. В том числе на телеканале Дискавери. Да, так что без лишних слов, внимание на экран. Алексей Гончаренко рассказал о своем карьерном росте в партии «Европейская солидарность». Олег Лешко – известный собачник. Но недавно почему-то от него сбежала собака. Слишком холодное пиво, наверное. Продолжим. Знаете, на самом деле, кот Елены Кровец в последнее время начал издеваться над своей хозяйкой. Тоже юморист. Руслан Стефанчук занял место спикера Разумкова. Никакой политики просто не заметил Дмитрия. Все, мягкое местечко. Рабочие моменты, да. Недавно Петр Порошенко собрал в неочередной съезд партии «Европейская солидарность». Естественно, и Гончаренко. И Лешко как тут, как тут, да. Значит, смотрите Discovery, не забывайте улыбаться. Что ж, поехали дальше. Жизнь контрабандистов очень сложная. И иногда, чтобы пронести через кордон контрабанду, они выгадывают очень оригинальные методы. Отже, десь на кордоні с Польщею. Слышь, меня один вопрос уже два часа интересует. Может, было, надо весь товар засовывать в себя непосредственно перед границей, а не за 50 километров до нее. Ну, зато так увереннее перед пограничниками будем. Понимали? Ну, пошли. Ой, как тяжело так вот. Ты скажи спасибо, что мы ПЦР-тесты не проходили. Вот в прошлый раз мне вот так вот пошарудили вот эта вот штучка. Я так чханул. Пачка сияря, чуть пограничнику бошку не отбил, да? Ой, блин. И что, теща, говорит, телефон хочу. Я говорю, мама, давайте просто телефон, а? Нет, с наушниками. С пауэрбэнгом. О, Боже. Да что бы, что, с дополнительной заря. Ой, Боже. Тихо, тихо, тихо. Что такое? Тихо, тихо, тихо. Что такое? Бутылочка выскальзывает. Так, держи. Вас, держи. Держу. Держи. Держу, держу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Взял, взял, взял. Взял, взял. Так. Чуть повыше поставил. Ага, пошли, повыше поставил. А ты, как вообще в этот бизнес втянулся? Как втянулся? Вот так, очень просто. Я же, этот, это, учился на юриста. Так. Вот. Получил диплом, подхожу, что-то, к начальнику села. Вот это, к голове. Говорю, возьми меня на работу, вот диплом. Говорит, засунься, знаешь, куда этот диплом? Понятно. Ой, ты, как тяжело так. Да, золотимся мы, да. Да, да, да. Золотимся. Ой. Что там? Ой, ой, ой. Ой, ой. Что там у тебя? Плейстейшн падает. Сейчас, помоги. Пожалуйста, помоги. Я тебя прошу, пожалуйста. Да, да, да. Да, сейчас. Держишь, взял? Взял, взял. Затексировал. Держи. Сейчас, сейчас. В плед обмотаю. Чтобы не упал, да. Все, все, все. Да, нормально все. Не разобьется. Я устал идти, честное слово. Давай я самокат достану, мы хоть чуть-чуть подъедем, а? А как мы его потом после коробки новым продадим? Ну давай тогда присядем, отдохнем, что ли, ну? Аллах. Тихо, аккуратно. Все, встали. Хорошо. Ну ты, конечно, красавец. Столько добра упаковать, а? Да. И как это у тебя получается? Ну у меня же секрет есть. Да? Да. Секретный резервуар. Интересно. Я, знаешь, что делаю? Лайфхак. А ну. Значит, сначала запихаю туда пылесос. Так. Шнур оставляю снаружи. К нему приматываю все, что надо. Ага. Вот так кнопку нажимаю. А-а-а-а-а-а. Он все затягивает. Три секунды делов. Крутяка вообще. Слушай. Шухер пограничник. Так. Так, давай, Николай Петрович, в темпе. В темпе давай. Старайся, Андрей Степанович. Давай быстрее. Давай. Опа-на. О, смотри. Так, а ну замерли. Погранслужба старшина Петренко. Значит так, вы стойте на месте. Мы сейчас в Польшу по служебным делам. И обратно. Вы на месте стойте. Ясно? Так, все, пошли, Николай Петрович. Пошли быстрее. Давай, давай, поднажми. Поднажми. Не нравится мне все это. Валим. Бежим. Стой. Стой. Чего? А куда мы бежим? А что? А что, у меня связи есть в суде. Серьезно? Да. Ты что, помог кому-то? Это интересно как. А ты думаешь, как в суде учался через границу, что в багажнике машины перевозили? Это ты? Серьезно? Естественно. Ну ничего себе. Ой. Тихо, что? Ой-ой-ой. Тихо. Что такое? Набор ножей к соусу чили подобрался. Сейчас, подожди. Чили это плохо. Сейчас, подожди. Смотри, аккуратно. Не звука. Тихо. Аккуратно. Все, все, я между ними фен положил. Фух. Молодец. Это кто? Это Илюха. Семенами занимается. А что с ним? Очередь большая была. Под дождь попал, оно проросло все. Поехали. Ну вот теперь и так все. Что такое? Что такое? Робот-пылесос включился. Ну так выключи его. Сейчас. Выключил? Сломал. Ну ты даю. А так обидно. Хорошо, обид... Ой! Ой-ой-ой! Что-что-что? Ой, обидно ему. Что-что-что? Походу, куры в мешок с зерном нашли. И теперь клюют его. Что такое? Вольер, вольер построй. А когда не было времени? А где наши эти кадробандисты? А вот они. Смотри, бегут, а. Догоню, догоню, догоню. Так, а ну стоять. Сюда идите. Замерли. Руки вверх, ноги на ширине плеч. Товарищ офицер, а можно только руки вверх? Я говорю, ноги на ширине плеч. Все, приехали. Ну подождите, ну может мы как-то договоримся. Договоримся, а? А что вы можете предложить? Сколько у тебя с собой? Сейчас, не знаю, посчитай, подожди. Полторушка, а у тебя? А у меня? Блин, мелкие купюры, сейчас машинку достану. Ну, три с половиной. У нас, короче, пять. Маловато. Маловато. Что маловато? Как это маловато? Что маловато? Что сразу маловато? Так, ну все, давай их на рентген. Давай, в будку. Зараза, только не рентген. Так, заходим, заходим, заходим. Включаем рентген. Ага, тут ясно. Я не понял. Вы что, нелегала провозите? А ну стоять! 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 Стоять, говорю. Куда? Куда? Стоять! Фу. Ой, Вася. Как жизнь пронесла. Надо, наверное, пойти еще больше затариться, раз тут такое. Ну пошли туда. Я тебе по дороге на рояле сыграю. Ага. Валим, 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 валим. Новини Прибалтики. Латвия на деякий час втратила половину золотовалютного запасу. Все тому, що сьогодні у нас в гостях золотий голос Латвії. Зустрічайте, Лайма Вайколє! Спасибо вам большое за то, что вы приехали. Да, друзья? Спасибо. Вам спасибо. Спасибо, что вы меня приглашаете. Спасибо, что вы есть. Я могу для вас петь. Спасибо большое. И раз уж выпала мне такая честь, очень хотела с вами кое о чем поговорить. Вы просто всегда ошеломительно выглядите, сногсшибательно. И я даже не знаю, как сказать. Скажите, как есть. Вот, вот именно, Лайма. Как так есть. Как так есть, чтобы вот так выглядеть. Лайма, я понимаю. Вы изначально были в выигрышной позиции по сравнению со мной. Вы не жили в Кривом Роге? Экология была на вашей стороне, но не настолько желаема. Хорошо, я могу понять советские годы. Там, видимо, вам просто партия запретила меняться и все, да? Или, или вы мочили манту. Нам всем запрещали. А вы не побоялись, рискнули. И вот, друзья, результат. Налицо. Я прошу прощения, конечно. Не приставай к гостю со своими вопросами. Что о нас подумает, в конце концов? Жень, ну, у меня такой шанс, знаешь, не часто выпадает. Я понимаю просто, Лена, Лайма, потому что вы, правда, вы как хорошее вино. Вы с каждым годом выглядите все лучше и лучше. Это правда. И вот просто честное слово, я думаю, что Дмитрий Гордон в своей передаче только вам комплименты искренне говорил. Честно. Ну, значит, так, я скажу сразу. Меня, значит, секрет молодости не интересует. Меня интересует, как вот, значит, похудеть. Как, что сделать нужно? Утром салатик. Так. Днем рыбка. Так. Вечером фрукты. Ага. Так, это я понял. А вот, а еда, вот это все после этого есть или до этого? Я не понял. Между. Между, да. В общем, Лайма, я прошу вас от имени многих в этом зале откройте, пожалуйста, нам секрет вашей вечной молодости, потому что, я не знаю, мне кажется, когда вы покупаете алкоголь, у вас до сих пор паспорт спрашивают. Я его не покупаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот оно что. Понятно. Знаете, вам не кажется, что это слишком высокая цена для похудения? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы не готовы. Вы меня, конечно, извините, мы на это пойти не можем, Лайма. Дамы и господа, у нас в вечернем квартале замечательная, великолепная Лайма Вайкуле! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСЛЯ НЕВДАЛОГО ВІЗИТУ ДО СТОМАТОЛОГА Аркадій досі має на нього зуб. Гнилий зуб. Що казать, багато хто з нас боїться сам візитів до стоматолога, але іноді там трапляються дуже комедні і интересні ситуації. Так, значит, дорогой мой, уважаемый, значит, зубик мы вам удалили. Значит, в ближайшее время желательно ничего не пить. Есть? Можете. Есть. Понял. Доктор, а с этим что делать? С этим? Ничего, ничего, сейчас анестезия отойдет, вы сможете нормально говорить. А, шухер. Что? Какой шухер? Не, не шухер, а шухер. А, супер. Шухер. Супер, прекрасно. Я вам напоминаю, что следующий ваш визит у доктора в среду. Хорошо. Приеду в шоу. Я говорю в среду. Не в субботу, в среду. Я говорю, я к вам в среду приеду в шоу. Да меня не будет в субботу, я же вам объясняю. Да не в субботу, а с работы ли еду. А, с работы? Да. Понял, понял, слава. Да, и еду к вам. Вы сейчас подождите нашего администратора. Да. Она вам выпишет счет за весь курс лечения. Окей? А, понял. То есть, мне получается пиздец. Почему? Ну, как бы там не такая большая сумма. Вы вам как бы еще и скидочку сделали. Нет, вы не поняли. Я говорю, мне получается пиздец. А, быть здесь. Да. Да, быть здесь. Присаживайте, господи. Хорошо. Садитесь. Спасибо большое. Сейчас она придет. Спасибо. Вы ожоните? Стой. Я говорю, вы ожоните? Кому? Мне. Пиздец. Ядом. С вами. Пожоните? Да. Соситесь. Что? Ну, присасывайтесь. А. Спасибо. Вы тоже, тетя? Что? Тоже, говорю, тетя администратора оплатить, что вы? А, нет. Я от наркоза откажу. Не советую отказываться от наркоза. Не советую. Не, не откажусь, а откажу, ну, откажу от наркоза. А, откочите? Понял. А вну, жухы, лежите. Что? Куда лежу? Нет. Не лежите, а лечите жухы. А вну? А, жухы, а вну, поэтому и лечу. У меня та же колема. Хочу тебе новые жухы. С туалета оставить. Керамику? Что? Что? Керамику. Ну, жухы из туалета. Керамику в смысле. Говорю, жухы новые хочу оставить еще с того лета. А, с туалета. Просто не то услышал. Илланты. В каком смысле? Говорю, Илланты хочу оставить. Илланты с туалета? Да. А у вас что? А у меня как всегда. Между зубов Исюн застрял. Что застрял? Исюн. Ну, булочку с Исюном ел, он не застрял. А, Исюн между зубов. Так понял. И что? Сказали прийти к доктору, открыть пошире рот, но доктор достал Исюн. Зачем? Потому что сам достать Исюн я не могу. А, Исюн из зуба, из булочки. Я понял. Понятно. А от чего у вас жухы? Желтые. Вот это? Да. Это доктор Йозов не в рот не накапал. Десну обработал. Я понял. Понял. О, сосист звонит. Кто? Ну, сосист. Я вызывал сосист. А, сосист. Да. Водитель. Я понял. Алло. Да, я машинку засасывал. Какой адрес? Какой здесь адрес? Улица Олени в телеге. Олени в телеге. Нет, не Олени в телеге, а Олени в телеге. 25 дробь 3. 25 дробь 3. Я пойду. Так. До свистания. Вам того же. Спасибо. Так. А кто на оплату? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, что у вас? Анастасия. Вообще-то меня зовут Виктория. Прости, дура. Что? Процедура анастасия. Процедура анастасия. А, процедура анастасия. Да. Поняла. Так, хорошо записал. А что еще? Чистка анальчика. Угу. Чистка канальчика. Есть. Дальше. Беременная коровка. Беременная коровка. А, и временная коровка. Да. Поняла. Так, теперь все, да? Теперь все. Замечательно. Как ваша фамилия? Ойлаханов. Степанов? Ойлаханов. Целлофанов? Я говорю. Ойлаханов. Хорошо, вы не волнуйтесь. Я поняла. Вы лучше сами напишите. Давайте напишу вам. Что? Что? У вас реально такая фамилия? Да. Жуйраханов? Да. Ойлаханов. Извините, первый раз, да. Хорошо, значит. С вас 3800 гривен. Шука. Что, простите? Шука моя с деньгами. У него моя шука. Шука. Жоните, счастливство. Так будем успехать. Давай, давай. Нажмите. Юрий Великий, Степан Казанин, Луова Мартинец и Мика Фаталов. А зараз вперед до гарных новин. Нарешті в Україну приїхала вакцина Файзи. І приїхала вона в крові нашого друга Ілі Аксельрода. Стендап-комика із Ізраїля. Зустрічайте. Ілі Аксельрод в Ічірньому кварталі. Добрый вечір, здрасте. Хороше настроение. Поаплодируйте себе за то, що ви так хорошо принимаєте. Аплодируйте. Усіх, ребят, всі волнуються, всі стараються. А тепер попрошу поаплодируйте тех, у кого є антитела. А хто вакцинировался. А у кого вони натуральні, незавозні, отечественні. То, ви переболіли? Да? А ви точно выздоровіли? Важаю, судя по одежде, вкус ще не вернувся. У мене просто було тож пропажа вкуса. Я тож ходил еликак. Це було жасно, тому я сам быстренько потім ще вакцинировався. Хоча у мене є друг, який напрочь проти вакцинації. Мені говорить, я не буду, не хочу, щоб мене чупували, щоб за мною следив цей Білл Гейтс. Я говорю, Серега, ти безробітний, що йому за тобою следить? Слухайте, весь Майкрософт, остановите, тут Серега з дивана встал. Реально, о чому следить? Сосед у мене є тоже, не хочу вакцинироватися, іди знай, які будуть послідства через 30 років. Я говорю, дядь Юр, вам 77 років. Я вам сам могу сказати, які будуть послідства через 30 років. Дай вам Бог здоров'я. Реально, разные такі причини не вакцинироватися. І головне, з-за цього починаються спори в інтернете. Ругань. Ви заметили, що інтернет став токсичним? Эти за вакцину, эти против вакцин. В інтернете нічого нельзя щас написати так, щоб не обрести. Вот напишеш самую добрую фразу. «Желаю всем добра». І начнется. «Да хто ти такой, щоб жела?» «А кому всем?» «И Гитлеру тоже добра». «А почему ты всем пишеш с маленькой буквы, дебил?» «И это только в нашем семейном ватсапе. А если в фейсбук написать?» «Значит, по прилету сдать тест, перед отлетом сдать тест. Раньше те, хто часто летают, узнавали по протертым паспортам, теперь по протертым назгодерям просто. Я, видимо, вот так вернусь потом». И у меня на границе спрашивают, вы прививались? «Конечно, Израиль лидирует в плане вакцинации по гранични». «Ну да, я думал, евреи не любят вкалывать». Короче говоря, я рад быть здесь. И, знаете, вот я общаюсь уже пару дней с местными жителями и понимаю, что у нас одинаковые проблемы. Одинаковые проблемы и одинаковые герои этого времени. Хочу, чтобы вы поаплодировали всем врачам, медсестрам, которые находятся в зале. Вы настоящие герои. Еще знаете, кому хочу, чтобы вы поаплодировали? Родителям, которые пережили этот год. Родителям учеников, которые учили на удаленке по зуму из дома. Мы герои, мы герои. Когда все это началось, я думал, знаете, вот когда сказали, будут закрывать школы, я обрадовался. Я, знаете, ничего не учел, что будут закрывать школы в тот момент, когда дети будут дома. Я как-то надеялся, что мы их отправим в школу, там закроют, мы через три волны их получим обратно. Нам было весело, но и детям было непросто. У детей психика поехала. Ко мне младший подошел недавно к кровати с пистолетом, говорит, папа, не двигайся. Я говорю, что происходит? Я тебе меряю температуру. Они мне предложили играть в ресторан. Я говорю, а как? Мы будем как будто готовить еду, а ты будешь как будто выписывать нам штраф. У детей вообще по-другому все воспринимается. Они подсели на эти экраны за время карантина. Я недавно забрал у старшего его телефон. Говорит, папа, вот тебе было приятно, когда у тебя в детстве родители забирали телефон и не давали по нему смотреть мультики? Я говорю, сынок, мне в детстве вообще телефон не давали никогда. Он говорит, а что ты натворил? Я говорю, ничего. Я просто родился в 84-м году, и у нас был один телефон на два подъезда. Если бы я по нему смотрел мультики, моих родителей лишили бы родительских прав. Он говорит, папа, у тебя было страшное детство. Я говорю, обычное, как у всех. Мы были счастливы, скажите. Мы были счастливы тогда. В общем, знаете, я вот понял за время карантина, что есть куда стремиться. Стоит, знаете, вот подучиться быть отцом, находиться дома в семье. Корона многому научила. Ведь мы, по сути, не идеальны. Вот кто считает, что он идеален? Реально. Вот есть в зале хоть один, кто считает, что идеален? Даже если мы выглядим идеальны, что-то в нас есть такое? Вот я думал, что моя жена идеальна. Она красивая, она образованная, но оказалось, в школе учила немецкий. Причем это выяснилось не на первый год свадьбы, это выяснилось в аэропорту. Мы стоим на регистрации, говорит, мы не туда летим, мы не туда летим. Я говорю, куда, почему-то такая паника. Мы улетим в Бугаджаджу. Я говорю, нет такой страны. Мы не можем туда улететь. Посмотри, Бугаджаджа написано. Слушай, Настя, это baggage, baggage drop. Мы издаем багаж, не читай на немецком английские слова. Это baggage. Это не первый раз, однажды она боялась улететь в бузинес-класс. У вас тоже такая жена, да? Учила немецкий. И вот мы приехали в Бугаджаджу, это был Пукет. Надо накормить детей, где-то найти что-то неострое, знакомое. Говорит, вот тут продают курицу. Откуда ты знаешь? Написано же чикин. Я говорю, Настя, это чикин. Мы вернулись на первый этаж. Это чикин на Бугаджаджу. А думал, что идеальное. Думал, идеальное, да. Есть много разных людей, которые по ним сразу... У меня есть друг, он не знает принцип приглушения. Мы с ним сидели в баре, и говорят, смотри, какой у этой официантки огромный. Зад, прикинь. Я говорю, тебе не кажется, что она не догадалась, о чем ты сейчас сказал? Реально, вот вдруг всплывают какие-то недоработки. Но самая большая недоработка, это когда ты думаешь, что человек идеален, оказывается, что ночью он храпит. Есть ли в зале люди, которые спят с храпунами? А вы знали до свадьбы, что он храпун? Вот, я думаю, что до свадьбы обязательно нужно переспать. Не в смысле секса, просто лечь и спать. Несколько ночей. И понять, храпун... Я не обвиняю храпунов. Объясняю всем. Я выяснил. Храп — это такое явление, значит, медицинское. Он происходит, когда во время сна пережимается артерия и недостаточно кислорода попадает в туча с мозга, которая отвечает за совесть. Короче говоря, я вас не обвиняю, храпуны. Но и храпуны делятся на разные категории. Есть те, с которыми можно жить. Они храпят синхронно в ритм, такие, значит... Есть те, которые храпят синхронно, но сильно, когда, знаете, они на вдохе высасывают весь кислород в пространстве. И все ждут дальше выдоха. Вы узнаете, да? Но под них можно подстроиться. Ну, может, снится, что ты копаешь, что-то... Да, как будто ты вот просто едешь... Может, что-то приснится. Но среди храпунов, которые начинают храпеть синхронно, есть сволочи. Им начинает снится, что они пилоты формулы 1. Они начинают синхронно... И вдруг... И как понеслось фонтанчиком... Вот это животное рядом с тобой лежит. Ну и среди них есть особенные сволочи, которые начинают во время этого экстаза сниться, что они актеры МХАТа и берут паузу, которые делают так... И ты просыпаешься от тишины с одной мыслью, ты, сволочь, живой или нет? Друзья, надеюсь, никто не захрапел во время выступления. Спасибо за внимание. Единственная разница между лекарностью и санаторией... В тебе все болит, как и раньше, только под спив и шок. А вообще, знаете, санатории – это, правда, кажучи, задоволение на любителя. До того же, старшее поколение их больше любит. Отже, уявите себе, отец и сын на третий день оздоровительного отдыхания в санатории. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А ты куда собираешься? Домой. Да брось-то, я же на завтра записал двоих на электрофорез. Ты же сам хотел отдохнуть в стиле электро. Не-не-не, пап, я уезжаю домой, все. Почему? Да потому что ты затащил меня сюда с помощью обмана. Приходит мне смс-ка, сынок, собирайся, мы едем в Санторини. Я дурак повелся, собрался, мы приехали в санаторий. Это не я. Это, это самое, это, 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 это девять, понимаешь? Это самое. Ну, а что тебе тут не хватает? Тут же все для отдыха есть. И электрофорез, и, и, и солевые ванны, и душарко, и глотание зонда. Слушай, у меня этот отдых уже в печенке сидит. У тебя проблемы с печенью? Давай я договорюсь, его промоется. А не надо ничего промывать, пап. Я до поездки в этот моршин не знал, что у меня в теле столько отверстий есть. Знаешь, что у меня сегодня? Лечебные грязи и массаж простаты. Прекрасный метод, я тебе скажу. Я его называю из грязи и в князи. Слушай, самое интересное, что я должен был сам догадаться, когда только услышал это слово. Моршин. А что тут догадываться? Моршин. Мо, это молодость, ржи, это решительность. А Н, никогда ничего не говори нехорошего про моршин. Я после моршина, я тебе скажу, на 15 лет мороза возвращаюсь. А я на 15 лет старше. Пап, мы домой как одноклассники вернемся. Все, я поехал. Куда завтра мистер Моршин? Это без меня. Я тебя дам без тебя, чтобы я этого никогда не слышал больше. У тебя дед был мистер Моршин, отец был мистер Моршин, ну, в смысле я. И благодаря судьбе так все складывается, что в этом году я буду сидеть в жюри. Так вот, почему мы под разными фамилиями поехали. И какой же приз в этом году? неделя, неделя бесплатная в Моршине. Класс, но это без меня. Да что ж такое? Ты отказываешься от таких невиданных процедур. Каких? Ну, орошение кишечника. Это клизма. Ну, хорошо, вытягивание подводной хребта. Пап, это звучит как фаталити в Мортал Комбат. Ну, я же и приятные процедуры. Какие? Массаж. Я не хочу ходить на массаж, на котором суставы хрустят у массажиста. Это ненормально, когда массажист говорит фразу «Сейчас будет больно сам себе». У нас очень хорошая подлинница. Да? Тогда почему терапевт, когда тебя увидел, удивился, что ты до сих пор еще жив? Потому что я 40 лет сюда езжу. И благодаря моим связям ты получаешь здесь самое лучшее. Вот, например, хочешь самый большой квадрат запеканки на полдник? Пожалуйста. Чистую грязь на процедурах, а не после кого-то. Не вопрос. А номер какой? Смотри, какой номер? Уютный. Розетка, кипятильник, холодильник в коридоре, вот недалеко. А водичка, какая здесь водичка. Это же просто невиданная. Смотри, попробуй, как пахнет. Это же, ну... Не ту бутылку, взял. Вот это. Вот. Да что ж такое? Бать, ты что, бухаешь или что? Тебе же доктора запретили. Доктора тебе запретили. А мне главврат сказал, или говорит, никакого спиртного, или только с ним. Причем, на только с ним он как-то больше настаивал. Слушай, я из-за тебя очень рад, но я поехал. Так, что тебе надо? Пап, я хочу как минимум кальян покурить. Покурить, я сделал кальян. Да ты его из клизь бы сделал. Папа, здесь нет никаких развлечений вообще. Как это нет? Сегодня суббота. Сегодня, вот ты читал в фойе объявление? 19.00. Для вас Ива Бобул из Андулеса. Слушай, Ива Бобул из Андулеса, это звучит как унизительные процедуры. Это звездные эстрады, это кумиры моей молодости. Слушай, я хочу смотреть на кумиров своей молодости. Понимаешь? Хочу что-то молодежное. Пойдем в стрип-бар. Вот это вот местный стрип-бар, я не пойду туда. Почему? Не может стрип-бар называться как парикмахерская, Людмила. А почему, если у женщины хватает сил днем встреч, а вечером танцевать? Пап, я хочу с девушкой познакомиться. Познакомься с тетей Верой. Потрясающая партия. У нее квартира в морщине. Ей 86. Ну? Я не хочу жить с недвижимостью ради недвижимости. Все, я поехал. Сынок. Здравствуйте. Меня зовут Мила, я ваша новая медсестра. Валентина Николаевна уехала, поэтому ваше лечение теперь буду везти я. Я остаюсь. Пять минут назад ты решил уезжать. Я решил остаться. Во-первых, она в три раза младше и меньше прошлой. А во-вторых, теперь массаж станет по-настоящему массажем, а не вытиранием рук от человека. Ты решил ехать? Ехай. А что ты меня прогоняешь, бать? Батя меня называет старшего брата, всего два года разницы, это же заметно. Слышишь, Владимир, ваша жена рожает, так что я думаю, вам надо ехать. Девушка, скажите, пожалуйста, вы случайно не кардиостимулятор? А то у меня сердечко начинает как-то активно биться. Ваши родители случайно они не геологи, где они такой бриллиантик от копания. Он такой напористый. Как душерко. Кстати, о процедурах. Я же к вам по работе зашла. Пойдемте на кишечное решение? Клизьма! Клизьма это мою. СБУ заборонила въезд до Украины реперу Моргенштерну через его провокационные тексти. А я пропоную, чтобы СБУ еще и заборонило выезд из Украины Нино Катамадзе. Потому что мы бы ее слушали и слушали. На сцене вечернего квартала легендарна, неповторна, наимоверна. Нино Катамадзе. Добрый вечер. Добрейший, добрейший. Добро пожаловать. Рады видеть вас у нас в гостях. Друзья, ни для кого не секрет, что творчество Нино знают во всем мире. Это не голословно. Знают, ценят, любят. И Украина не исключение. Здесь много ваших фанатов. И сегодня... Не, не то, что не исключение. Она главная. Согласен. По-грузински. Четко. Емко. Все ясно и понятно. Я серьезно. Мы с удовольствием готовы подпеть. Но есть одно но. Не все успели к вашему приезду подтянуть грузинский язык. Мягко говоря. Да, поэтому мы не стали изобретать велосипед. Подсмотрели эту фишку в интернете. И один из ваших хитов решили немножко перевести на понятный язык. Давайте вместе посмотрим эту транскрипцию. А потом скажите, так это на самом деле или нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А мальчик-бригадир, его немножко жаль, вообще ничего не попало. Как смогли? Ну, подпеть охота. Друзья, не нога тамадзе. Дякую вам. Сцена ваша. Дякую вам. Оксана вирішила розпочати нове життя з понеділка, тому що в минулому житті в неї було забагато кредитів. Так, хто з нас не обіцяв сам собі розпочати нове життя з понеділка? Справді. І так, давайте представим собі, що такий понеділок розпочався. Дякую, що такий понеділок розпочати нове життя з понеділок розпочати нове життя з понеділка. Дякую, що такий понеділок розпочати нове життя з понеділок розпочати нове життя з понеділок розпочати нове. Дякую. 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 Дякую.